Добрый день! Тема занятия «Теоретические основы профессии. Переводчик цели профессиональной коммуникации». Целью практического занятия является контроль сформированности знаний и мнений по данному вопросу. Практическому занятию предшествовала лекция, материалы которой основаны на исследованиях доктора педагогических наук профессора Натальи Николаевны Гавриленко. Аудитория учащихся представлена иностранными студентами Медицинского института 4-5 курсов. А сейчас кратко об этапах работы с кейсами. На схеме вы видите структуру учебного кейса, подготовительный этап, организационный этап, работа с кейсом, результаты работы, оценка работы и самооценка. На подготовительном этапе мы определили цель и задачи кейса, отобрали содержание учебного материала, запланировали ход занятий и разработали систему оценивания сформированности знаний и умений. На организационном этапе, фрагменты которого вы видите на экране, мы познакомили студентов с ситуацией и дали ее краткое описание. Для того, чтобы у них сложилось целостное впечатление о проблеме, объяснили цель и задачи, стоящие перед ними, обсудили организационные вопросы и время, отведенное на выполнение кейса. Затем начинается работа с кейсом. Студенты детально знакомятся с материалами кейса, выполняют задания, участвуют в дискуссиях, высказывают собственную точку зрения, вырабатывают совместные способы решения проблемы. Сейчас вы видите фрагменты обсуждения проблемных ситуаций студентами. Продолжение следует... Результаты работы предполагают подведение итогов групповой работы над кейсом. Студенты высказываются по проблемному вопросу. Давайте посмотрим результаты нашей работы. В нашей ситуации разделяются на четыре этапы. Первый этап – это представительный этап, второй этап – это понимание интерпретарки иностранного текста, а потом уже этап перевода иностранного текста на родной язык, и потом коррекция переведенного текста. На первом этапе сначала идет беседовать с работодателем, заказчиком, получая максимум информации о предстоящем переводе. Затем нужно правильно оценивать свои профессиональные возможности и профессиональную компетентность. Затем нужно анализировать различные профессиональные ситуации, извлекая максимум информации, которую потребуется учесть при переводе. Затем нужно обращаться к предыстории, рассматривая в иностранном тексте вопросы, как познакомиться с предыдущими публикациями. Давайте к третьему. Там, Аня, что у нас на третьем этапе? На третьем этапе. То есть мы сначала с вами подготовились, верно? Затем на втором, что мы сделали? Мы поняли этот текст, если это письменный, а если это установленный, то, что мы прослушали, да? Что происходит на третьем этапе? Перевод. Происходит? Перевод, да. Совершенно верно, мы осуществляем перевод. И что там у нас? Как переводчик это делает? Мы подбираем русские переводы. Хорошо. А потом искать значения новых и неизвестных терминов и создавать собственную терминологическую карту теку. Хорошо. Так, а на четвертом этапе что мы делаем? На четвертом. Проверяем. Ага. Проверяем. То есть мы фактически проверяем сами себя, мы переводчики проверяем сами себя. И находим, может быть, там могут быть какие-то неточности, ошибки. И их проверяем. Согласны? Да. Согласны. Спасибо большое. Две классификации. Да, у нас две классификации. Первая, которая является на сложные и специальные. Это международная классификация, международная стандартная классификация образования. Согласны, по-анименту. Угу. И сложные, если можно говорить о поэтии, поэтии, фосклорах и спросах. Угу. 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 И перевод называется на шинхронный перевод из листа и последовательный перевод. Угу. И перевод называется на сторонними, сторонными и саписами и последний образованный фразовый. Обзорственные фразы. Скажите, пожалуйста, а вот синхронный перевод – это какой? Так. Команда, помогайте. Синхронный какой? Синхрон. Ну, наверное, это же у нас первый год, он говорит вместе с... Одновременно с говорящим, правильно? Хорошо. Скажите, пожалуйста, последовательный перевод это какой? Он говорит, а потом он переводит. То есть, следом за говорящим, правильно? Следом за говорящим. А вот еще какие у нас там есть? А письменный это какой перевод? Какое определение? Дайте определение письменному. То есть, это когда перевод выполняется на бумаге, да? На бумаге. Хорошо. А скажите, пожалуйста, какой перевод с вашей точки зрения сложнее, письменный или устный? Почему? Потому что он не имеет... У него нет времени, чтобы... Чтобы успеть готовить. Подготовиться, да? То есть, у переводчика нехватка времени, правильно? Скажите, пожалуйста, а какая сложность может возникнуть при письменном переводе? Кто может помочь при письменном переводе? Не помню, кто переводится, а смысл предложения не добывает. Могут трудности возникнуть. А вспомните, пожалуйста, в лекции, я вам вообще говорила, мы обсуждали о том, что письменный перевод, он разделен во времени. Что я хотела этим сказать? Вспоминайте. Разделенный во времени, это какой? Это когда, кстати, был создан вот давно, в каком-то иконке... Совершенно верно. То есть, у них были свои культурные реалии, а у нас? Профессиональная компетентность. Это неоднородное явление, она всегда содержит несколько составляющих. Четыре основные составляющие профессиональной компетентности. Это межкультурная, специальная, социальная и личностная. Они подразделяются в своем очереди, содержат в себя несколько другие составляющие. Например, межкультурная. Она всегда содержит лингвистическое, прагматическое и социолингвистическое. А специальная на базовое, информационное, технологическое, социокультурное и стратегическое. Личностная компетентность представляет, ну, как бы, совокупность качества личности, которые нужны, ну, должен обладать переводчик для выполнения деятельности переводчика. Социальная — это осуществление переводчиком профессиональной деятельности совместно с заказчиком. То есть они должны постоянно разменять информацию и контактировать между собой. Межкультурная — это способность понимать рассказывания на остальном языке, затем делать соответствующий перевод, ну, создать текст на другом языке. И специальная — это готовность и способность выполнять на профессиональном уровне, когда трудно, ну, профессиональные тексты, которые, чтобы были понятнее. Спасибо вам большое. Скажите, пожалуйста, а поточнее, лингвистическое — это какая? Лингвистическое — это готовность и способность переводчика использовать языковые средства для понимания. То есть это то, что знает, это знание языка, верно? Знание языка. Ну, грамматики. Грамматики совершенно. Навыки, разные навыки, умения для... Хорошо. Хорошо. Скажите, пожалуйста, а информационная — это что, команда? Подскажите, информационная — это какая? Ну, когда переводчик использует разные информационные ресурсы при решении задач, то есть и переводит. Угу. Хорошо. Молодцы. Так, скажите, пожалуйста, а прагматическое — это какая? Прагматическое — это когда... Когда мы читаем текст, и мы стараемся понять намерения автора, то есть... То есть это очень важно, да? То есть за то, что мы обиду именно автора. То есть Бог совершенно... И вообще то, что он подтекст, который он вкладывал за текстом. Все, молодцы, спасибо большое. Им было сложно порой высказываться. Однако следует отметить, что выполняли они задания с большим энтузиазмом, с интересом. И поддерживали друг друга. Старались помочь друг другу, когда я им задавала различные вопросы. После обсуждения проблемных ситуаций студентам был предложен тест, который проверял сформированность знаний и умений. Также результаты данного теста мы использовали при дальнейшей оценке работы каждого дня. А сейчас давайте посмотрим на результаты выполненного теста. На диаграмме отчетливо видно, что 70% получили отличную оценку, 20% оценку хорошо, 8% удовлетворительную оценку и 2% неудовлетворительную оценку. Получение неудовлетворительной оценки студентами мы связываем с тем, что они пришли в аудиторию на занятия в первый раз и не имели с собой ни записи. То есть они были не готовы к выполнению кейса. И, соответственно, получили неудовлетворительный результат. Затем студентам было предложено оценить свою работу и также работу других участников. Для осуществления самооценки мы им предложили список критериев в виде утвердительных предложений, с которыми они должны были согласиться или нет. Например, я активно принимал участие в решении проблемной ситуации, предложенной преподавателем. Я быстро сообразил, как решить проблемную ситуацию, предложенную преподавателем. Предложенные задания были легкими. Мне было комфортно работать в группе с моими коллегами. Анализ самооценки работы студентов показал, что 90% учащихся принимало активное участие в решении проблемной ситуации. 80% студентов быстро сообразили, как решить проблемную ситуацию. Для 75% учащихся предложенные задания были легкими. И 100% студентов единогласно отметили, что им было комфортно работать в группе с коллегами. А сейчас позвольте подвести итог всему вышесказанному, описанному и показанному. Нам бы хотелось отметить, что данная форма проведения практического занятия была интересна учащимся. Они с удовольствием решали проблемные ситуации, помогали друг другу, отвечали на вопросы. Атмосфера в аудитории была теплая, веселая. А самое главное, они освоили, что переводчик – это сложная творческая профессия, которая требует от него огромной усидчивости, большого багажа знаний и умений, и желания самосовершенствоваться в течение всей профессиональной деятельности. Переводчик 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 Продолжение следует...